Advert App это супер приложение для мобильного, которое платит реальные деньги за выполнение простых заданий. Выводи деньги без ограничений на мобильный, Kiwi или WebMoney. Приводи друзей и зарабатывай процент от их заданий. Получи стартовый бонус с промокодом Китай. Ссылка в описании. Привет, дорогие мои друзья. Сегодня я решил переделать свой стол, на котором снимаю для вас видео. Но у этого стола есть ряд недостатков. Первый недостаток это то, что у него слишком много точек соприкосновения с полом. Под него не задвинуть стол, ну и не очень удобно, там ноги все упираются. А также неудобно под ним мыть. Робот-пылесос под ним там блуждает постоянно туда-сюда. Плюс софтбоксы, которые постоянно падают. В общем, всю эту конструкцию я решил переделать. Ну и первое, что я, конечно же, решил изменить, это нафиг выкинуть вот этот вот стол. Пол дела сделано, от стола избавился, но готовых столов, которые бы удовлетворяли моим требованиям, я в магазинах не нашел. Поэтому я решил создать свой стол. И вот она, предварительная версия моего нового стола. Сделана она, как вы можете видеть, из мебельных трубок. Соединены они соединителями. Это трубки полтора метра. В глубину метровые трубки, но я их отпилил до 750 миллиметров. И вот такой вот каркас получился. Плюс этого каркаса всего лишь 4 точки соприкосновения с полом. И сверху, как вы можете видеть, трубки, на которых можно разместить свет. То есть два софтбокса у нас будут размещены на этих трубках. Либо еще в будущем закреплю сюда какие-то другие лампы. Не знаю, еще подумаю, поэкспериментирую. То есть берем софтбокс. И вот сюда его можно воткнуть. Вот в эту верхнюю трубочку втыкаем. Чик. Во-первых, выше стал софтбокс. То есть свет будет равномерней. И во-вторых, нету вот этих вот дурацких ножек. Перед вами распиленный лист фанеры. То есть лист у нас квадратный. Имеет длину 1525 на 1525. Толщина этого листа 15 миллиметров. В опе листы пилят бесплатно, поэтому обошлось все это мне в 600 рублей. В длину лист пилить не пришлось, потому что размер стола как раз 1525. Изнутри сюда идеально все подходит. Обрезать пришлось лишь вот так. И из остатков листа я сделал как бы боковинки для этого стола. Но хочу зафиксировать только одну. Вторая, скорее всего, не понадобится. И использовать еще вот эту вот маленькую досочку, которая осталась у нас в обрезке. Ну и так как если я просто закреплю здесь лист фанеры, будет неэстетично. Поэтому я решил купить белую пленочку, вот такую же вот таракал. И обклеить эти листы ей. Ну вот, сейчас съездил и прикупил пленочку. Ширина этого рулона метр. И в нем 6 метров белой матовой пленки. А также прикупил вот такие вот трубочки загнутые. То есть это нужно для жесткости. Чтобы стол не шатался, чтобы все было жестко и надежно. Также прикупил на всякий случай еще уголочки. Возможно, этими уголочками прикреплю стол к стене. Но это еще под вопросом. Сейчас покажу вам, как приклеить пленочку. Режется она обыкновенными ножницами. То есть их даже не нужно будет сжимать. Вот так надрезаем и просто ведем прямо. Лишнюю пленочку убираем. Для того, чтобы ровно приклеить пленку на большую поверхность, понадобится любая прямая фигня. Я взял ламинат и край просто вот так вот залепил пленкой, чтобы он не царапался и не порвал нам пленку. Значит, просто вот так ровненько кладем пленочку на наклеиваемую поверхность. Сверху кладем наш шпатель, будем называть его так. И отрываем пленочку от защитного слоя. Отклеиваем липкий слой и откидываем его на шпатель. После чего отрезаем защитный слой. И дальше при помощи шпателя вот так вот аккуратненько приглаживаем. Проводим еще раз для надежности. Еще раз. После чего сворачиваем пленочку в рулончик в обратную сторону. Теперь отрываем защитный слой здесь и точно так же при помощи шпателя разглаживаем. Ни одного пузырика нигде нету. Вот как вы можете видеть, хотя не знаю видите ли вы это на камеру. Видно лишь небольшие пупырышки в местах сверления, но это ничего страшного. Далее обрежем лишнюю пленочку и подогнем края. Подогнули, обрезали, теперь переворачиваем и точно так же обклеиваем с другой стороны. Ну а теперь при помощи пластиковых хомутов, имея 12 отверстий по периметру, крепим лист фанеры к каркасу. По мне так очень здорово получилось, сам даже не ожидал. С другой стороны уже отрезал все стяжки, лист просто мертво здесь сидит. И следующее, что я хочу сделать, это взять вот этот вот отрезок фанерки, который случайно остался. Точно так же его обклеить и зафиксировать вот здесь сверху. Чуть позже я объясню зачем это. Маленькая фанерка готова, так же крепим ее на стяжки и регулируем трубу по высоте. Супер получилось и я все-таки решил закрепить стол к стене на уголки. То есть одну сторону я присверлю сюда к стене на два дюбеля, а другую пристяжу к столу стяжкой. Зафиксировал в трех точках, здесь, здесь и вот здесь. Стол теперь держится намертво. Основной лист стола фиксируем со всех сторон при помощи вот таких вот креплений. Я это уже сделал, конечно же. И в итоге получаем вот такой вот замечательный стол, который стоит на четырех ножках. И у него есть свое освещение. То есть здесь два софтбокса, равномерный свет. В общем-то все получилось, как я хотел. Я очень доволен результатом. Левая перегородка нужна была для того, чтобы в нее упирался штатив. То есть теперь он у меня не к стене приделан. И можно легко задергивать, раздергивать шторы. Это очень удобно. А также белый вот этот цвет матовый, он способствует отражению, рассеиванию света. Ну и кусочек фанеры, который мы вот сюда приделали, он здесь тоже не зря. На этом кусочке фанерки я решил зафиксировать монитор, который будет дублировать изображение с камеры. То есть висит он здесь вот на такой вот подставочке, которая закреплена на шесть саморезов клопов. Монитор, как вы можете видеть, кверх ногами, потому что камера тоже будет кверх ногами. То есть микрофоном ко мне. Сейчас я говорю не совсем микрофон, поэтому слышно эхо. Если камеру развернуть прямо ко мне микрофоном, то будет все отлично. В видеоредакторе я просто переверну видеодорожку и все будет круто. Классно получилось, стул теперь закатывается под стол. И это мне очень нравится. Естественно все эти провода, которые там валяются, я уберу. Провода от суббоксов я пристяжу по арматуре, пущу. Провода от монитора, все будет застяжено, все будет красиво. Ну и наверное многие подумали, почему рабочая область белая. То есть по идее эту пленку можно легко повредить, замырать и так далее. На самом деле ее можно было вообще не наклеивать, потому что это не рабочая область. Здесь будут располагаться листы пластика разного цвета. То есть все зависит от того, на каком фоне я решу снимать. Пока что у меня есть лист только зеленого цвета. Я его буду закреплять здесь вот такими вот зажимами, чтобы он случайно никуда не съехал. Но в будущем я обязательно докуплю еще синий, белый, может быть черный, не знаю, посмотрим. В общем стол это только каркас, который будет вот так вот модернизироваться. А самое главное, что я теперь могу экспериментировать со светом. То есть размещать здесь различное световое оборудование. Есть удобные перекладинки, можно что-нибудь вешать. На вот эту вот дальнюю перекладинку, например, можно повешать вот сюда полочку. То есть продаются специальные такие крючки. Можно будет просто вот эту полочку так сюда повешать. И в случае ее ненадобности здесь снять и убрать. Снимаю сейчас на смартфон, чтобы показать вам задумку в сборе. Вот так вот крепится камера, подключена к монитору. И все, что я здесь делаю, отображается вот так вот на дисплеечке. То есть не очень удобно, вам будет что-то показывать. Отличный стол, я очень доволен. Прям сижу и мне вообще все нравится. Супер классно получилось. Если у вас есть какие-то идеи доработки этого стола, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну а теперь давайте что-нибудь распакуем и обновим, так сказать, этот стол. Распаковывать мы будем желтый пакетик, в котором тоже лежит очень полезная приблуда. Которая мне возможно даже пригодится к этому столу. Как только я увидел этот девайс на Алиэкспресс, я его сразу заказал, потому что может пригодиться где угодно. Есть здесь вот такой вот шлейфик. Примерно метр длина, то есть это удлинитель microSD карточки. То есть включаем microSD. То есть в том случае, если у вас картридер где-то далеко, можно вывести картридер поближе к вам. И будет удобнее пользоваться флешкой. То есть здесь имеется вот такой вот полукруглый вырез. Искал сейчас переходник с microSD на SD карточку, чтобы подключить этот шлейф к камере. Но, к сожалению, не нашел. Но думаю, что он должен работать, потому что он идентичен флешке точно такой же формы. С другой стороны SD карточка сюда отлично вставляется до щелчка и там фиксируется. В общем, вот такая классная штука. Ссылочку на нее я вам оставлю в описании под этим видео. Также оставлю ссылочку вот на эту замечательную USB розетку. Я очень давно пользуюсь и она меня очень радует. На этом, дорогие мои друзья, у меня все. Если видос вам понравился, поднимайте пальцы вверх. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. А с вами был Александр. Желаю вам всем удачи, добра, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok